здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема помидоры ну какие помидоры вот давайте разберемся куда и какие помидоры надо сажать желание вырастить огромный урожай вкусных сладких сахаристых там не знаю только у меня такие да потому что у меня руки такие и да все так думают правда же хочется всем это правда но приходит сезон мы начинаем метаться по этим магазинам где такое количество томатов представлено что голова идет кругом я хочу вас предупредить что вы должны точно знать сколько томатов поместятся у вас на делянке либо в теплице и каких томатов вам без разницы лишь бы вас устраивало название да царский подарок сахарная голова там сахарный бизон и так далее дело ведь не в названии а дело в том куда этот помидор посадить то где же ему хорошо то будет вы все пытаетесь поставив теплицу запихать туда либо все и сразу либо все помидоры на свете нет мои дорогие даже если вы живете на крайнем севере и теплица как крайняя необходимость этого крайнего севера и без нее ничего то у вас не вырастет вы должны понимать что низкорослые томаты ну метр метр двадцать это еще не высокорослые они имеют свою особенность как правило эти томаты растут не в один ствол это раз значит место ему понадобится куда больше чем обычному томату который предназначен для теплицы и имеет очень высокий рост но не имеет такой облиственности как вот такой томат у него действительно там листья вот такие а вы не учитывая того что он на улице то ведет себя агрессивно да из-за своего размера ему соседи как-то тоже не очень нужны так в теплице при таких условиях у него зелень будет еще более густой поэтому если вы хотите посадить свои томаты в теплицу дабы они у вас не страдали там от катаклизм наших сибирске то вы должны понимать что расстояние вы должны обеспечить и это тоже обязательно значит смотрите я разложила томаты да вот смотрите это не очень не очень крупные 150 грамм это средний такой томатик но очень сладкие до сладкий пончик сенсей это очень крупные 450 грамм цифамандра очень крупные это сибирской селекции народной сорт который вы можете снимать семена отсюда попробуйте вам понравится на этот царский подарок царский подарок тоже маленькие 500 грамм всего и рост у них у всех метр метр двадцать есть чуть-чуть ниже но я подобрала такую коллекцию в которой они как раз теплица будут примерно одинаково смотрите дальше черный принц все ну балдеют от него он такой сладкий он сладкий только в день вы можете позволить себе съесть один такой томат это вес у этого томата 400 грамм рекомендую четвертую часть потому что солонин и цвет определен именно из-за него такой он вреден для нашего организма поэтому не увлекайтесь сильно коричневые черные помидоры они не не очень полезны значит чудо земли ну это вообще это те кто любит все очень большое килограмм 200 у него помидор значит ширит f1 ширит f1 у него ну он достаточно скороспелый но тоже масса такая приличненькая 200 250 грамм они очень выровненные поскольку это гибрид у него много достоинств он толерантен ко многим болезням и рекомендую выбирать те компании где правда написано я очень много естественно читаю в интернете ну таких миленьких объявлений у меня такие помидоры ничем никогда не болеют какая чушь помидоры не болеют значит у вас земля отвратительная начало отравлено до не знаю последнего комочка болеют помидоры еще как болеют да могут быть устойчивы к некоторым болезням шапка мономаха красава 600 800 грамм причем высота то всего ну максимум от 90 до метр тридцать значит царь колокол все знакомы с такими томатами от 400 до 700 грамм сказка просто поэтому любители крупноплодников и томатов которые будут сеяться в конце февраля это всех касается что лежат у меня на столе потому что их рост превышает метр да и доходит до метр тридцать нельзя их посеять в марте в середине они не успеют отдать вам урожай вы должны понимать разницу вот такая клуша вот такая 25 сантиметров она очень быстро вступает плодоношение у нее три листика и она зацвела она отдала вам пол килограмма томатов и на этом до свидания а вот эти томаты до метр тридцать этого красавцы какие они должны сначала пройти период вот этого облиственнее отросло у них 9 листьев только тогда они вступят плодоношение так какая между ними разница то есть я так думаю да кто вперед то родит помидоры нам конечно клуша и это можно посеять уже и в конце марта но эти красавцы хотите урожай вы должны это понимать и еще пожалуйста если вы не подготовите почву в теплице и на улице если вы будете заливать их сверху из шлангов и в теплице и на улице это добром не кончится томаты из всех растений на нашем огороде терпеть не могут влагу вокруг себя вы поймите что где хорошо растут томаты где они сладкие где они здоровые вы когда-нибудь видели в ящик из узбекистана какие-то томаты с черными пятнами нет конечно никто их там не поливает сверху там арыки открыли отекла вода мал-мал корни напоила и помидор понимаешь что ему надо уже умирать воды нету он родит столько прекрасных плодов сладких вкусных и здоровых вы-то зачем льете все сверху я каждый день томаты поливаю вы чё с ума сошли что каждый день поливать томаты это значит угробить их сразу с самого начала отмульчируйте соломой и за лето пять раз польете только обильно будет вот так достаточно но я на этом пока закончу до посева нам еще далеко и я познакомлю вас и с другими сериями томатов которые например для теплиц на этом все пока а